Привет! Как дела? Сегодня я хочу рассказать вам о том, как я впервые сдавала экзамен по английскому языку. Для того, чтобы поехать в Великобританию учиться английскому языку, мой брат сказал, что я обязана сдать TOEFL. TOEFL — это американский экзамен на академический уровень знания английского языка. К тому моменту, когда я впервые пошла сдавать TOEFL, я, можно сказать, вообще не знала английский язык. Ну так вот, что со школы. Помнила, что примерно там какие-то тексты составляла, но грамматику вообще не знала, что-то говорила, такие общие фразы типа «How much and how are you?» и «Меня зовут так-то», и «Moscow is the capital of Russia». Да, конечно, брат меня там подготовил немножечко, сказал, что надо выучить какие-то словосочетания, чтобы где-то можно было их применить. Типа, когда в Риме делай, как римляне делают, то есть в чужой монастырь со своим уставом не ходить. Ну, каких-то фразочек так 10 штук он мне накидал. На тот момент я не знала, что этого будет недостаточно. Но пошла просто вот как-то примерно понять, какой у меня уровень английского языка и что я вообще пойму, и как бы понять вообще структуру экзамена. Вот об этом я сегодня вам и расскажу. Итак, первый экзамен я сдавала в сентябре 2010 года в Питере, где-то в районе Невского проспекта, точно не помню. Помню, что было небольшое такое помещение, ну, может быть, метров 50, и там в 6 рядов по 5 компьютеров сидели такие же студенты, как и я, без каких-либо загородок, без каких-либо отдельного какого-то такого места. Вот у тебя был такой маленький столик, дальше уже идут другие студенты. И ты сидишь, ты их видишь. У меня всегда проблема. Я не могу фокусироваться на звуки, если я слышу посторонние звуки, особенно когда мне кто-то звонит по телефону, я иду по улице, я не слышу человека в телефоне, потому что я слышу машины, я слышу самолеты, я слышу всё, что происходит вокруг меня, кто-то что-то говорит, там рядом со мной идёт. Дело в том, что у меня музыкальное образование, и я слышу абсолютно все звуки. Это мешает мне вот в учебном процессе и вот в общении с людьми по телефону. А также, опять же-таки, музыкальное образование мне дало боковое зрение. Ну, так как, когда ты играешь на фортепиано, ты должен видеть, куда ты нажимаешь, какие клавиши, а так как ты не следишь за руками, потому что ты вспоминаешь ноты, я вижу, что происходит вот у меня, вокруг меня где-то в районе 175 градусов. Даже иногда вот там вижу, что происходит. Если я вот так вот гляну, я вижу, что сзади меня что-то происходит. А тут на экзамене люди сидят вот так вот, я их вижу просто, вот я смотрю в компьютер, а вижу, что они там шевельнулись, почесались и что-то... И это меня очень сильно отвлекает. Раз фокусировка полная, я не могу сдавать экзамен вместе со всеми, как бы мне очень сложно сфокусироваться. Мне нужна отдельная тихая комната, чтобы не было других звуков. Да, у меня были наушники, которые выдаются на экзамене TOEFL, потому что TOEFL — это компьютерный тест. Ты всё абсолютно пишешь, слушаешь и читаешь в компьютере. Каково это сдавать экзамен вместе со всеми, я вот так вот впервые в жизни поняла, сходив на этот экзамен TOEFL. Потом я, конечно, сдавала, по-моему, ещё 7 раз. Уже приноровилась, уже настраивалась на то, что будут люди мешать мне фокусироваться. Но проблема была не в этом. Проблема была в том, что у меня вообще не было английского языка. Люди сидят рядом с тобой, и у всех в один момент примерно начинается спикинг. А я, допустим, ещё ридинг отвечаю на вопрос, а люди уже рядом с тобой сидят, и что-то там тарабанят. Я их слышу, и не могу сфокусироваться на том, что там мне рассказывают, как ответить на вопросы. В общем, очень сложно мне было сфокусироваться вот с моими такими физическими данными, которые даны мне музыкальным образованием. Но вот как-то пришлось понять всю эту структуру, абстрагироваться немножко, постараться. Я даже когда в следующие разы сдавала TOEFL, я просто затыкала вот так уши и сидела, слушала внимательно, и наушники зажимала очень сильно, чтобы я не слышала их. И старалась смотреть в одну точку, чтобы не видеть, что происходит по бокам. То же самое на IELTS. Такие вот специфические данные некоторых людей не учитываются на экзамене, и поэтому надо быть подготовленным, и надо хоть раз, прежде чем сдавать реально, попробовать. Первый этап TOEFL было чтение. Чтение состояло из трёх текстов и ответов на 13-14 вопросов по каждому тексту. Тексты были очень сложные для меня. Это из мира, вот как раз таки, университетского, какие-то лекции по геологии, географии, я не знаю, там какие-то полезные ископаемые. В общем, я помню только вот на первом экзамене своём мне попался такой текст про то, как на самолётах летают по небу и рассыпают над облаками концентрат серебра, по-моему, для того, чтобы пошёл дождь. Что-то я такое как раз накануне читала, где-то за неделю. И вот из того, что я поняла по этому тексту, я кое-как отвечала на вопросы, а вопросы там же ещё заковыристые, то есть они спрашивают, а возможно ли это? Или там как-то с частицей «не». А что, если не сделать вот это, то будет вот так-то? Блин, если б я знала вообще всю структуру, всю, то есть у меня не было абсолютно никакой подготовки к сдаче экзаменов. Только там я поняла, что надо готовиться не только к английскому языку, как таковой, которого у меня, опять же таки, не было, но и к тому, чтобы сдать конкретно этот экзамен, чтобы настроиться на него, знать структуру экзамена. Я вообще ничего не знала, я пошла туда сдавать экзамен. Ну, можно представить, какой результат я получила, но об этом попозже. Вторая часть экзамена ТОФЛ называется «Listening», то есть слушание. Было три части по 40 минут. Что-то рассказывают, и ты должен отвечать на вопросы. Рассказывали по темам, типа биология, психология, полезные ископаемые, какие-то органические вещества. Помню, у меня была лекция про лягушек. Какие у них там перепонки между их пальцами, чем они отличаются по цвету, ядовитые или нет. Я такая сижу, блин, зачем мне лягушки? Когда я в деталях изучала лягушек, вообще в жизни, я же не биолог, я только учусь. Но, в общем, было очень сложно. Первый вот мой экзамен мне достала «История про американскую железную дорогу», и там я должна была ответить на вопросы, как и что. потом рассказывали про нервную систему человека, как, на что влияет, какие органы. И, в общем, я, естественно, ничего не помню, потому что я не знала английский язык. Поняла, что нерв систем, нервная система, и всё. То есть, абы как я отвечала на вопросы по послушанию, что поняла, то и ответила. Извините. Следующий этап был «Спикинг», то есть разговор. Там было задано шесть тем. Первые две темы о том, что ты, в принципе, знаешь, что-то знакомое для тебя, какая-либо, там, расскажите о себе, чем вы увлекаетесь, куда ходите, какое кино любите. Ну, что-то такое наговорить о том, о чём ты знаешь. На всё, про всё давалось подготовиться 15-20 секунд, и надо было наговорить на 45-60 секунд. То есть, такие короткие какие-то, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, всё. То есть, какой-то короткий, очень короткий рассказ о том, чем ты увлекаешься, что любишь, какое у тебя хобби, ну, что-то такое. Вторые два вопроса, то есть третий и четвёртый, были о том, давалось какое-либо высказывание, согласны ли вы с этим, и даётся какое-то высказывание. И ты должен ответить, согласен или не согласен, и почему. И также даётся там буквально 15-20 секунд на подготовку, и 45-60 секунд отвечаешь. Из этой серии я вот посмотрела в своих записях, писала про то, о том, как проходил мой экзамен. Написано, значит, так, что мне попался такой вопрос, как вы относитесь к чужим дурным привычкам. Вот, например, мой босс, когда у нас перерыв, ест сырое мясо. Фу, какая гадость. Но я расслабляюсь, типа, и не обращаю на это внимания. Вот как вы к этому относитесь? Такие ещё вопросы дурацкие задают. Как я к этому отношусь? К дурным привычкам? Тут ещё вспомнить бы дурные привычки. Как я к этому отношусь? И ещё смочь об этом рассказать. В общем, тут даже человеку, который просто умеет говорить по-английски, быстро сообразить что-либо за 30 секунд, что-то накидать для себя, что ты будешь рассказывать, в течение 60 секунд связанную какую-то речь, это очень сложно. Это нужно реально быть подготовленным к этому, к данному экзамену. Кстати, не зря говорят, сколько раз слышала, что даже сами англичане не могут пройти, что IELTS, что TOEFL. Это очень сложно. К экзамену надо готовиться специально. Пятый и шестой вопрос по спикингу. Это какие-то такие лекции. Вот как раз, что я рассказывала про лягушек. В моих записях написано, что мне попалась лекция про улиток, снейлс. Я тогда не знала, что снейлс это улитки. Потом уже после экзамена перевела. И о том, что вот как они питаются в холодную и в жаркую погоду. Это всё, что я поняла. И по тексту, который тебе предоставляется, ты должен ответить на вопросы. И вопрос был такой. Расскажите, пожалуйста, как эти улитки питаются именно в жаркую погоду. И опять же таки, тебе в течение одной минуты надо всё рассказать в деталиках. Всё, что рассказывалось в лекции. Ну и четвёртая часть. Райтинг. То есть написание, изложение или сочинение. В TOEFL это две части. Одно изложение. Ты слушаешь некую лекцию о чём-то. У меня попалась теория о том, как американцы появились в Америке. То или они прибыли на древних лодках, из Европы, то ли они изначально жили там. И там как бы рассказывалась вся суть вот этих двух теорий. И вопрос звучал так. Расскажите, пожалуйста, об этих двух теориях и ответьте на вопрос, почему в те времена было сложно пересечь океан. И ты должен написать в районе 150-250, что ли, слов. То есть ты слушаешь текст, и после этого тебе даётся 20 минут. Я написала на тот момент 130, всё, что могла из себя, выжила, как-то что-то изощрялась, исхитрялась, но что-то написала. А второй вопрос, там уже конкретно сочиняешь, то есть всё, что ты думаешь о заданной теме. У меня была тема «Телефон и телевидение». Два великих открытия человечества. Напишите об одном из них, почему это изобретение для вас так важно. В итоге я написала и о телевидении, и о телефоне, что не люблю ни то, ни другое, и что в наше время главной великой вещью является интернет, который сочетает в себе все качества и телевидения, и телефоне. И написала «Once man meat, и the other man poisoned». Что русскому хорошо, то немцу смерть. Если дословно переводить «Что одному мясо, другому яд». То есть фразу, которую дал мне брат, в конце таким заключением сделала. Такие вот фразочки он мне давал, и как бы они реально внедряются вот в написание или в спикинг. Я получила вот такой вот сертификат. Это мой первый сертификат. От 18 сентября я сдавала 2010 года. И оценки у меня такие. Ридинг я получила 8 палов. Но там я просто наобум жала. Буквально можно просто тыкать на любой ответ, потому что я нифига не поняла, о чём были тексты и как я отвечала на вопросы. Вроде бы ты отвечаешь «да», а на самом деле вопрос так заковыристо устроен, что там нет. И ты ставишь галочку, а ответ получается неправильный. То есть конкретно вот всю эту технику сдачи экзамена TOEFL и также IELTS надо знать. Надо знать, как заковыристо звучат вопросы и так далее. Ну, в общем, ридинг у меня получила 8. Listening, то есть слушание 10. Тоже АБК ответила. Speaking я наговорила на 13 и writing написала на 11, как это ни странно. И общий балл у меня получился 42. В принципе, это неплохо. Когда я приехала в школу английского языка в Англии, я тоже там некий такой тест прошла, и мне поставили pre-intermediate level. Немножечко не дотягивать до среднего уровня. Я бы сказала, у меня был базовый уровень, то есть очень мало я знала и слов, и фраз, и словосочетаний, и вообще ничего не понимала, что мне говорят. Вот пока и все, что я могу рассказать об экзамене TOEFL. Его я сдавала еще несколько раз. В 2011 году это было не обязательно, а вот с 2012 года в Англии обязательно надо было сдавать TOEFL или IELTS для того, чтобы продлить студенческую визу. Я сдавала TOEFL изначально, так как к нему уже привыкла, а потом TOEFL отменили и остался для Англии только IELTS. Про IELTS я расскажу в следующем ролике. Пока на этом все. Пока-пока!